Привет, это Комяк. Для начала хочу предупредить всех. Тема с магазинами кончилась. Все, хватит. Я попробовал в этой сфере множество различных методов, придумал кучу всяких штучек интересных. В итоге такой контент пошел в народ. Его используют множество других блогеров, каналов, журналистов, поэтому эта тема достаточно развивается и без меня. Я, конечно же, вернусь к магазинам чуть попозже, уже с новыми какими-то интересными вопросами, фишечками, методами, но это будет уже позже. Сейчас я хочу акцентировать свое внимание на новостройках. В этом ролике мы будем принимать квартиру у одного из самых крупных застройщиков в Москве. Это ПИК. Именно вот по этому происшествию, по этому случаю, который будет в этом ролике, уже закончились все судебные разбирательства и у собственника на руках уже исполнительный лист на полмиллиона рублей. Об этом будет подробнее позже. А в этом ролике вы увидите именно приемку квартиры у этого самого ПИКа именно по моим методам, с моими фишечками. Особенно интересно в этом ролике будет увидеть подрядчика. который дает свои комментарии, оправдывается, давит на потребителей. Еще будет, конечно же, самой настоящей барыги. Всех приветствую. Мы вот сейчас в ПИКе находимся. Жилые здания такие огромные, типа красивые, беленькие, светленькие. Это собственники. Евгений и Юля. Смотрите, там ключи уже сразу я вам передаю. Там все-все-все тоже сразу. Вы сейчас проводите осмотры, я от вас жду замечания. Готовим акт осмотра, потом я к вам подъеду и у нас осмотры подпишем, а все остальное можете пока будете меня ждать, тоже уже подписывать, если вы планируете принимать. Все изучите. А у вас была инструкция, как самостоятельно проводить осмотр? Ну, знаете, что смотрят в 8 марок. Ну да. Разберетесь. Электричество фотографий и воду мне, чтобы акт о воде в эксплуатацию заполнить. А, это счетчики вы имеете? Да. А офис не работает, да, у вас? Ну, работает, но дистанционно. То есть вы там переодеваетесь и сюда приходите уже? Мы там работаем по документам только. Ну, то есть мы клиентов не подправляем. Хорошо, а если акт прямой передачи надо нам подправить? Подправить, со своим менеджером общаетесь. Кто вас манит? С вами, да? А кто вас манит? Ну, это просто уже время-то нет уже подправлять просто. Почему? Ну, только просто потому что недавно нам скинули акт прямой передачи, ваш типовой. И что, там какие-то ошибки? Ну, конечно. Какие? Там вы на нас возлагаете ответственность по техническим каким-то эксплуатациям, по градостроительным нормам. Смотрите, если есть какие-то претензии, вы в писемном виде на бумаге пишите. Ну, нет, нам не претензии, нам просто согласовать другой формат акта прямой передачи. Ну, смотрите, по опыту юристы не согласовывают другой шаблон. В 114-м ФЗ прописано, что по усмотрению сторон. Ну, напишите претензию и рассмотрите юристы. Только в претензионном характере. Я не могу вноситься в самостоятельно, в корректировке. А что нам там дали? Брелок дали. А шарики не дали, да? Шарики не дали, шланг. А ты же еще не принял, конечно, какие тебе шарики? Труку для кальяна дали. Что это? Кальян, натуре, шланг. Дверь открыта. Все, что есть, есть вопрос о том, что не нравится. Все, будем записывать, будем фиксировать. Естественно, по маленьким пунктам все это накапает нормально. Трубы, вот это вообще классно, да? И не убрать их. Только если делать фальш стену вот эту. Смотри, как тебе прикол. Прикол сделали. Классно? Сам приклеишь, да? Не, ну типа труба гораздо тоньше. Этот толще и не держится. Такое ощущение, что в офисе, вот когда заглядываешь, и там белый кафель такой. И так все строго просто, как будто в офисе ощущение. Как просто... А срезан с ним. Срезан? Вон, там картон. Она длинная была, короче. Похоже. Ого. Они видны? Ого. Елочки. Ну это вообще, конечно. Они же могли сюда что-нибудь в клей монтажный засунуть. Не захотели. Ты чуть-чуть заденешь проходить? Она вон, она даже не прибитая. Она не прибитая никак. Ну вот тоже, как всегда, они оставляют вам окна, и туда куча мусора, пыли. А этот мусоропыль, он попадает в механизмы, и все, они потом плохо работают. Ну да, но у нас почти коробки не налипились, видите, что я вставила. Да вон они, четыре штуки. Ох, мои. Дверь плохо установили, вот она болтается, вон они. А кто будет принимать потом, если будут замечания какие-то? Мы прям в любом случае подпишем, а там уже, ну, в другом претензионном порядке и так далее. Нравится вам? Это я понимаю, да нет, что тут нравится. Это я понимаю, забыли, заклеить. Значит, это ладно. Значит, первое, это не забыли, это так и осталось. Значит, для чего это делалось? Квартиры садятся, вот, двери, двери набирают плови, влажут, начинают перекашиваться и прочее. Если сейчас приклеится, сюда мы приклеим, оторвем вместе с обоими и вместе с косяками. Никакой регулировки сразу не сделаем. А нельзя было к этому? К коробке? К добору коробки? Еще раз, ни к коробке нельзя клеить, ни к обоим. Как только они поведут и прочее, его от коробки снимают, поэтому все свободно снимают. А шпаклевку вы тоже делали, уровень шпаклевки? Шпаклевку делал не наша фирма, ну, а какие вопросы? Ну, вот, смотрите, вот вы прижали внизу, прижали вверху. Ну, что? Ну, видите, какая щель? Видите, вот, повело уже. Это щель? Ну, это щель. Это дверь кривая или стена? Нет, это вот надо вот здесь посмотреть, я уже повел маличник. Ну, ладно, у нас мастер скажет. Засудьте, пожалуйста, палец в дверь, туда, снизу. Ее подпиливали прям, спиливали. Вообще щель тут засиделил. А зачем так сделали? Мне просто интересно. Значит, выравнивали что-то сделано. Проем дверной криво сделали, да? Да. На 3 сантиметра. Ну, на взгляд было немножко. Это стена просто не выравнивана из-за этого. Мы тоже так. Они-то, конечно, скажут всякие байки и так далее. То, не то. А еще скажите, пожалуйста, вот это вот. А почему они в цветы разные и не закреплены никак, ничего? Вот эти вот кольца на трудах. Почему именно такое решение? Ну, потому что там есть гильзы, так называемые, которые сквозь идут в потолок муром. У вас они выход здесь имеют, а там в потолке в ноль. Вот, и этими они называются вводами. Такие вот, ну, как сказать, поменьше, так поставить. Там труба торчит, а здесь поменьше трога. Вот, сманеврировал. Хотите, поменяю. Да нет, я просто такой думаю, ну, типа, для красоты, что ли? И все равно все видно. Дырка-то большая между трубой. А здесь под ламинатом что, не помните там? Подложка. Я имею в виду наливной пол или просто стяжка ровная? Наливной пол. Наливной. Вот мы приходим, вскрываем, вы говорите, там нет наливного пола. Мы вскрываем это все. Если есть наливной пол, вы тогда все, закрываете квартиру, принимаете. А мы ее так примем? И все, я понимаю. Без замечаний только. Так нет, мы даже вам замечания не скажем. А если вы что-то там скажете, ну, грубо говоря, нет наливного пола, я там, ну, нету наливного пола. Тогда мы каждое замечание будем исправить. Владимир. Владимир, мы не будем даже замечания просить вас исправить. Все замечания мы приняли. Тогда давайте перейдем к специфике. Если деньги есть, желательно, как сказать, ламинат. Ну, вот он, дать ему, может быть, год простоит, и он поживет тебе, а потом поменяется. Пока ничего не то, что все это влагается, все дома, все это усаживает, стены сохнуты, все прочее. Нужно, как бы, какое-то время, чтобы подсохло, высохло. Тогда будете замену стереи, замену шпанерам поставить, например. Или ламинат поменяется, там, да, паркетный дом. А зачем их менять? Ну, я говорю, деньги, если есть, там, бывает подсветы не подходят, бывает, что вот не устраивает, я не знаю, там, ну, качество, допустим. Вот. Сделано, на мой взгляд, здесь сделано, я вот по вашей квартире, и средней. У нас была одна бригада вся вышла. Любую сейчас открываем, ну, бывает, приблизительно похоже, что у вас тут. Вот, ничего там, разницы, ну, одни и те же руки, то есть. Вот, что по плитке делали, что вот это все, это, как бы, не приходящие такие, не были, вот, скользящие такие, вот, как будто набирали. Они были, там, ну, второй строй проходили, и, как бы, сюда мы пришли. Я почему в расцены засыпился, как товарища надал? Мы пришли, уже стены были. Мы подправили их, под это, чтобы прогибов не было. И потом... Ну, плохо подправили, ну, судя по тем дверям, прям, плохо подправили. Я его могу сделать так, что его вообще не будет видно. Там подрежу сейчас вот здесь, и здесь вот посмотрю, как вставлен. Вот, и на герметику... А я же, а я могу, знаете, как, ну, ткань повесить сюда, она будет свисать, ничего не будет видеть. Нет, нет, они ведут коробки от влажности. Вот бумага, понимаете? А зачем бумагу поставили? А может быть, нам был какой-нибудь блокированный МДФ, я не знаю. Вы в шоу-руме были? Когда перед покупкой? Да. Там тоже стояло. Видели? Нет, я имею в виду, почему именно такое решение-то? Смысл? Вот, что именно такая дверь, почему нельзя? Чуть-чуть получше. Она ведь и не сильно дороже. Ну, она дороже будет. Там саморезов насыпано. Это подарили, да, тебе, типа? Типа, мне лень убирать, уберешь ты. Да ладно, вам оставим, вам. Это пригодится, кстати. Мне один раз какашки оставили строителей. Типа, вам пригодится. Я лично смотрел эту квартиру. Здесь, мне кажется, может быть, стыдит двух клеток. Насколько немножечко вот этот вот бугород образовывается. Ну, вот в этом месте, потому что он просто просвешивается. Ну, он вот уже пошел, и он, мне кажется, еще будет усиливаться здесь. То есть, он будет жить своей жизнью, поверьте. Вы, сейчас я, ну, как правило, здесь есть конябль, или пол может быть локальный. Да, да. Вы сейчас прижмете его, поставите, и все. И он выровнится. Если он все нормально сделан. Так что, Евгений, решаемся, нет? Чтоб вскрыли пол. А что там такое? Ну, кажется, наливного пола там нет. Давайте так и сделаем, как вы предложили. Я же думаю, если у вас мастер есть, у него есть инструменты, тут делов-то. Десять минут убрал, десять минут собрал. Ну и тогда, это так быстро не делается. Вот, чтобы мы эту квартиру убрать, почистить, сколько времени надо? Как вы думаете? А, я не знаю. Смотря сколько человек. День. Если я один, то день буду. Если нас трое, то полная. Сантащи сейчас другие. У нас там, грубо говоря, заниматься весь. Ну, я понял. Вы просто бросили пыль в глаза, типа, можем-можем, но и на самом деле не можете. Я понял. А все, осмотр мы, в принципе, закончили. Сейчас уже последний, финальный этап. Внимание, простите, что отвлекаю, но вот приготовьтесь. Сейчас будет, так скажем, типовой, стандартный прием от застройщика. Когда застройщик заставляет своих покупателей, дольщиков подписать всякие ненужные документы, нужные, конечно, им документы, о том, что покупатель, дольщик отказывается от каких-либо претензий. То, что замечаний не имеет и так далее. Вообще, есть множество вариантов, как себя вести, что делать в этом случае. Но в данном случае будет только один, один вариант, который привел, кстати, к успеху. Смотрим. А что там? Для нас, как по отделке, чтобы... Это не обязательно документ, можешь вообще на него забить. Лучше людей не ставь подписи, кроме как акта приема и передачи. АПП – это самый основной документ, по которому вам переход квартиры будет. Смотри, сейчас, да, я тебе объясню. У тебя есть договор ДДУ, в котором прописано перечень документов, которые обязательны. Это акт приема и передачи и все. Это внутренние наши. Если хочешь, подписывай, но я не советую. Пускай сами там разбираются с... Почему не советую? Ну, потому что лишняя подпись, лишний документ, лишнее ходатайство в суде, лишняя разборка, актуальность и так далее. А у нас это для чего дело? Вот есть целая вот скипа. Я понимаю. Никто никаких проблем. Я понимаю, но они просто... Ну, я еще с вами судиться, что ли, буду? Нет, вам-то зачем? Там инженер по эксплуатации и прочее. Вам-то... Я-то не буду... Вы-то здесь ни при чем. А если у вас формально вы принимаете квартиру, мне формально нужно для зарплаты и... Я понимаю. Ну, и для учета, что вот квартира, вот, я сейчас ее отвечу, что она принята. Они не покупают, а это дело. Принята. Вам по нашей части, по отделке. Ну, смотрите, в любом случае по отделке проблемы у вас будут. Они, если будут, они будут гарантией по эксплуатации. Они ко мне придут опять. Смотрите, мы сейчас идем к девочке, которая нам передавала, да, вот, которая подписывает по доверенности актерам передачи. Мы ей же говорим, что у нас куча косяков, мы зафиксировали, мы их будем сами переделывать. Но косяков куча. Поэтому мы, естественно, не будем говорить, что косяков нет, мы совсем согласны. Ну, так, ну, протворечь, если вы подписываете себе и сами все делаете, да, даже, ну, как бы, замечания есть. Ну, тогда нас освободите от этого. Ну, мы с вами ничего не заключали, чтобы освободить. Ну, я понимаю, мне нужен для внутренней, как бы, для учета. Я веду себе учет, да, и мне для зарплаты, по сути дела. Что вы на себя это все взяли и принимаете. Больше мне ничего не напьет. Я понимаю. Поэтому вот на усмотрение Евгения. Я бы не советовал, но если хотите, если... Ну, мое объяснение, как бы, понятно, да. Я сдаю квартиру, я... Я сдаю квартиру, веду учет. И с хозяином, что, как бы, закрыть какой-то документ, чтобы на получение зарплаты. А менеджер кто? Ну, вы это заканчиваете. Менеджер БИК, у меня не касается. У меня управление реконструкции строительства. Вот. Я субподрядчик, по-моему, не так. Просто нами связывалось только Дмитрий. Я вообще не понимаю, если честно, я не понимаю, ну, можно, что это такое? Потому что, смотри, данные твои есть? Нет. Нет. На основании чего это делать, тоже нет. Фамилия. То есть, это, ну, писюлька простая, где ты просто подпиши расчеркнешься. Практически. Я не знаю, зачем это нужно. Фактический адрес, чтобы указать квартиру и по отделке. Ну, то же самое, я сейчас напишу вот здесь что-нибудь другое, да, и скажу, подпиши. Нет, вы сами не замечаете. Фото сделайте. Я к тому, что это никакой ценности не имеет. Я вижу очень сильно. Вы возьмите фото, я же показываю вам вот то же самое. Так, я понимаю. Если людям нравится раздавать свои автографы, то, пожалуйста. 27 актов, все одно и то же. Хотите, покажите? Вот она. Вот она, одна из самых популярных манипуляций. Вот помните, да, такие были в магазинах охранники, которые говорят, ну, слушай, ну, ты что, ну, покажи свои сумки. И ты им говоришь, естественно, это не буду, это моя сумка, мои вещи. Они, ну, что ты, я же зарплату получаю, мне же семью надо кормить, детей надо кормить. Тебе становится их жалко, ты начинаешь соучаствовать в его труде и делаешь какие-то вещи, которые ты не должен делать, но от жалости к нему. Это прямая манипуляция. И вот представьте, что это охранник, да. Сами же знаете, кто идет в охрану. Ну, это или там бывшие сотрудники полиции, или молодые ребята еще без образования сразу же после армии. Ну, или какие-нибудь тупые спортсмены, у которых не получилась карьера, так скажем, в спорте, которые плохо выступали. И вот они пошли туда в охрану, чтобы бить людей. И вот представляете, вот этот охранник так манипулирует. И также, точно так же манипулирует строитель, у которого по-любому есть высшее строительное образование. И работа которого отнюдь не легкая, а очень даже и трудная. И вот этот строитель с высшим образованием прибегает к точно таким же манипуляциям. Ну, вы что, вы подпишите? Мне от этого заработная плата идет. Не ведитесь. Это обычные разводы, обычные манипуляции. Ничего подобного. Вот эти вот подрядчики никакие взаимосвязи с вами не вели. Не подписывали никаких договоров именно с вами. Все, что им должны, это застройщик, который их нанял. Вот с ними-то как раз они и должны обо всем договариваться и подписывать все акты о том, что не имеют претензий и так далее, и так далее. Но никак не с дольщиком, с покупателем этой квартиры. Поэтому не ведитесь, не верьте, не проявляйте какую-нибудь жалость. Не нужно. Ну, вот если здесь написано, что замешания нет, это будет как-то вот... Будет, конечно. В суде вылезет. Обязательно в суде вылезет, обязательно они скажут, а вот смотрите. Еще раз. Мы будем запомнивать с этой реперацией, потом в суде... Лишнее время будет в суде. Они ничем не спасут, но лишнее время... Вы их вот запугали... Нет, я наоборот говорю, что их это ничем не спасет. Вот ничем не спасет. Ничем не спасет, правильно. Но лишнее время потратится. А второй момент, еще. Не настрой эксплуатации по отделке, по гарантии, еще будут. То, что сейчас зафиксировано, но это завтра может еще что-то случиться, понимаете. Вот там, я не знаю, расползут там что-то. Вот, и вы будете вызывать... Смотрите, Евгений, уместно ли давить сейчас? На собственника, чтобы он подписывал, если у него нет никакого желания подписывать. Вот вы сейчас давите просто. Вы давите сейчас прямо, аргументы кидаете, сыпете и прямо давите. Вот видно же, что он не хочет. Если вы не соврете, говорите, там подпишите, то через два дня придет зеленый документ, по которому будет акт, что вы подписали собственникам и никаких замечаний туда не вписали. Нет, замечаний есть, мы просто не вписывали. Вы туда не впишите и не вписали, и не впишите, то придет зеленый документ. Но это ваши внутренние, они нам не интересны просто. Для меня это бумажка, она важна тем, что я на зарплату собираю. Я поэтому спрашиваю, уместно ли сейчас требовать прямо давить на них, чтобы они подписывали? Ну, в общем, если не вы... Ну, вот есть у тебя желание подписывать? Нет, у меня нет желания потом суда обращаться, чтобы меня потом... Все, вот нет желания, зачем давить, я вот к этому говорю. Ну, нет желания, зачем прямо учитывать. Все, понял. Спасибо большое. Удачи вам, пожить. Спасибо большое. Поменьше вот своей головой думайте, я не в обиду вам, но там, ну, грубо говоря... Можете даже в обиду, я не буду бежать. Как сказать? Правильно, своей головой думайте. Да так просто. И не ведитесь, не ведитесь на какие-то внутренние регламенты, это наука не зависит так, это очень серьезно, мне кажется. Ну, и вот итог вот таких манипуляций. Естественно, у строителя этого не получилось заманипулировать людьми, он расстроился, обиделся и в конце выдал, вот знаете, вот такую как бы отцовскую мудрость. Типа, вот посмотрите, вы доверились, вот как вообще можно вот так вот всю приемку доверить какому-то чуваку левому? Он сейчас вам сделает якобы проблемы большие. Но, естественно, как я уже говорил, итог будет в нашу пользу. И получается, конечно, что я не подвел дольщиков, а наоборот, помог им вернуть огромную часть затраченных денег в никуда. В этой ситуации оказался неправ строитель, который манипулировал. Мы сейчас ждем девочку, не помню, как ее зовут. Юля. В общем, мы подготовили заявление о том, что мы просто уведомляем застройщика о том, что нами был проведен осмотр со специалистом и зафиксировано множество нарушений. Но мы сами их все исправим. Или при помощи третьих лиц, или сами. Вот и все. Просто уведомили, чтобы они потом не пыжились. Ну и подпишем на их условиях, если они не будут менять акт ремопередачи, вот прямо сейчас, сегодня. На их условиях подпишем. Я думаю, что с какой целью я к вам сейчас поднимаюсь? Мне, если с вами подписаться, вас отпустить и передать вам ключи, мне все равно акт осмотра с замечаниями нужно с вами подписывать. А вы мне замечания не назначаете. Без акта приходите и все. Мы в любом случае его не будем составлять. Этот ваш акт, сами можете подписаться, хотите, составляйте. Акт осмотра по квартире. Я понимаю. Ну смотрите, вы, ладно, давайте так. Сейчас нам какие наши действия? Мы подходим к вам или вы к нам? Мне сейчас надо представить, что вы мне представили замечания, я их скопирую. Не надо, у нас нет замечаний, смотрите, нет, все, не будете вы ничего сканировать, у нас их нет. Тогда, значит, акт осмотра без замечаний мне нужно ставить. Составляйте, что хотите, мы не будем. Я поняла. Хорошо. То есть я могу, в принципе, к вам подняться? Да, да, мы просто подпишем акт, вот, да, подпишем акт, как хотите, и все, просто есть некоторые нюансы, просто спросим у вас, и все. Хорошо, хорошо, сейчас я к вам когда иду. Спасибо. Давайте тогда пообщаемся. Да, по факту, смотрите, нам бы хотели, мы так понимаем, что третий пункт вы не поменяете, да? Какой, какой третий? Ничего не будем. Не будете менять. Тогда мы согласны на ваших условиях подписать все, как он и есть, но и вам дадим, естественно, заявление вот такое, передадим вам, и все. Вы произвели осмотр и множество недостатков. Так, я понимаю. Вы устроили самостоятельно. Я поняла. А для чего? Ну, просто, что вас уведомят. Уведомят. Я поняла. Смотрите, вы не хотите вообще, чтобы никакие замечания не хотят? Нет, мы оформим красиво. Мы сделаем альбом осмотра, мы сделаем смету. И претензию, как вы говорили, помните сегодня сначала, претензию. Так, то есть вы сделаете, ну там, со всеми поверками, сертификатами, ну, полноценно. Тогда возьмут все в работу. Ну, все, да. Просто примите, у нас две таких одинаковых. На одной поставьте кодпись. Я нигде не ставлю кодпись. Почему? Это не мой документ, я его наготовила. Ну, у вас удаленность есть, вы же акт приемной передачи будете подписывать? А как я буду подписывать? Ну, значит, у вас есть? Я его готовила. Ну, и что? А, вы доготовили и не хотите менять, да? 12 часов. Просто вы говорили, что я не доготовила. Смотрите, никаких сложностей с устранением, если все... Да, нам не надо, чтобы вы устраняли, мы вам не доверяем. Я поняла, но вы же все равно будем мы его устранять? Нет. А, вы хотите... Он же написал, он сам, и сам или третьими лицами сам устраняется? Вы просто через суд, чтобы вы устраняли? Конечно, вы просто в убытке компенсируете и все. Реально, да? Тем более, это я ничего не буду подписывать. Вот он, вот он, очередной наглядный пример барыги. Вот, вот эта вот девушка и есть яркий экземпляр барыги. Барыга и продавец – это совершенно разные определения, разные термины. Никогда не сравнивайте барыгу и продавца. Да, продавец – это вообще тяжелая, интересная и очень уважаемая профессия. Почему? Потому что продавец – это человек, который выявит вашу потребность, проведет вам какую-то презентацию продукта, будет работать с вашими возражениями и в итоге покроет какую-то вашу нужду конкретную каким-то продуктом или услугой. А вот барыга – это как раз вот эта вот дама. Она говорит, что мы ей должны подписывать любые документы, которые она захочет. А сама она, представляя интересы застройщика, имея доверенность, имеет право подписи, не хочет ничего абсолютно подписывать вам, дольщикам. Она так решила, ей так удобно, ей так комфортно, и она будет это требовать. Только все ради себя. Я мне мое, дайте мне побольше денег, мне так удобно, не нравится, пошли нахрен, я ничего не буду подписывать. А еще обязательно сделать что-нибудь в назло. Вот она, барыга. Так, Юля, кто что-то такие, юристы готовит или вы? Что готовит? Или вы юрист? Я тоже юрист, да. Ну вот, юрист. Значит, вы можете третий пункт… Я генерирую ваши планы у нас. Я понял. А почему вы на собственника возлагаете технические какие-то вопросы и градостроительные в акте приема-передачи? Вам не кажется, что это неуместно? А вы тоже? Да? Заявление передали, акты подписали, все. Теперь надо вам на счетчики, да, документы всякие? Да. Ну, сейчас все сделаем. У вас где-то офис там открыт, мы сможем подъехать, да? Да, договор с правлением. Все, мы сейчас просто разберемся со специалистом и все. Договор можете сейчас подписать, можете дома почитать, потом подпишите. Ну, в любом случае вам коммуналка будет кафать. Не буду. Ты-то должен подписать акт, который она предложила? А то и не буду. Тогда тем более не буду. На этом сама история приемки закончилась. Вы все прекрасно видели, ну а я сейчас подведу итоги. Вообще сама приемка была в конце мая 2020 года, а суды закончились где-то в декабре в конце 2020 года. Ушло примерно полгода на все про все, на все судебные разборки после самой приемки. Причем сам собственник, Евгений, он уже смог пользоваться своей квартирой прямо на следующий же день после вот этой самой приемки. Не нужно было ничего ждать, не нужно было писать какие-то требования, давать временное исправление косяков. Ничего, все, свободно живите, свободно делайте ремонт. Это моя фишечка, мои заслуги, мой конек. На самом деле у меня вообще разработано очень много всяких разных подходов, методов, систем именно вот самой приемки. Естественно, всех их сразу я рассказать и показать не могу, потому что там есть множество нюансов. Иногда это бывает вот как здесь в этом видео. Иногда бывает, что мы вообще никогда ничего не говорим, что мы собираемся сделать, никакие претензии не даем. Просто вот все собственник подписывает и все, а дальше уже идут определенные процедуры. Именно в этом случае мы договорились с собственниками и пошли вообще против ДДУ. Потому что вот, посмотрите, пожалуйста, в ДДУ четко прописано, если есть какие-то претензии, какие-то недочеты, недостатки, мы должны не просить какого-то там возмещения убытков, там соразмерного уменьшения цены или еще чего-то, а мы четко должны составить акт, где прописать все эти претензии и, естественно, ждать 45 дней. И как вы уже сами видели в видео, мы просто пренебрегли этой нормой, которая была прописана в наших договорных отношениях, так и прямо и заявили, что да, косяки есть, их много, но мы не будем вам давать шансы их исправлять, мы сами их будем делать. И причем мы не просто об этом заявили, а мы прямо написали в претензии и дали им такую же претензию, где все это прописали. Вы, конечно же, спросите, а как это так получается? Вы в наглую взяли, нарушили ваши договорные отношения, а потом еще и выиграли в суде. Такое вообще бывает? А я вам скажу, что не скажу. Вот не скажу и все. На самом деле это не то, чтобы я как бы боюсь конкуренции или еще там чего-то, но на самом деле я это все постоянно говорю. Множество роликов и все об одном и том же, что можно. Главное знать законные нормы. Поэтому я с огромным удовольствием заявляю сейчас всем вот этим вот горе-юристам, хейтерам, которые говорили, что ты подводишь под монастырь бедных покупателей, да из-за тебя их кинут, да из-за тебя они попадут на бабки. Гордо заявляю, хренушки вам по глупой морде. Вот, пожалуйста, условия изначальные и вот результат. Я, конечно же, хвастаюсь результатами, но сами посудите, все всегда мне пишут. Ты покажи результат, вот бы увидеть результат конечный и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, один из многих результатов. Вообще, если еще больше хвастаться, то я скажу, что ни одного дела, ни одного дольщика я еще не подвел. Никто еще после моих рук не проиграл. Ну, а теперь результат. Почему именно этот случай? Дело в том, что это была большая трехкомнатная квартира, она была с отделкой и от пика. От пика, как мы все знаем, очень много недочетов, недостатков, косяков в простонародье. Когда ты приходишь, у тебя там что-то отваливается, там недокрашено, дверь спилена снизу, пол весь кривой, кафель отваливается и так далее. И вот мы пришли на эту квартиру и тоже ожидали такой беспредел, но оказалось очень даже прилично. Действительно, косяков мало. Но это не значит, что застройщик молодец, он все классно сделал, и не стоило тут пилить ролик, и не стоило тут права качать. Судя по исполнительному листу, вот он перед вами, убытки, всего убытки на этой квартире составили 136 тысяч рублей. Там было два собственника, естественно, на каждого собственника по 68 тысяч рублей. Убытки на 130 тысяч рублей дали результат в полмиллиона рублей. Конечно же, это не только убытки, это еще какая-то неустойка за то, что они просрочили сдачу объекта, еще просрочка была за то, что они отказались выполнить требования, потребители еще штрафы, еще расходы на экспертизы, еще расходы на судебные издержки какие-то, в итоге полмиллиона рублей. В этом как раз и получается вся уникальность вот таких вот споров застройщикам. Конкретных убытков, конкретных косяков в квартире на маленькую сумму, а получают по полмиллиона. И это, естественно, не самый большой, ну и, конечно, не самый маленький результат, ну один из таких, скажем, интересных, уникальных своего рода результатов. На этом, пожалуй, все. Я все, что хотел, рассказал, ну а вас, естественно, приглашаю в комментарии. Призываю вас ставить лайки, кому понравилось, кому не понравилось, можете ставить дизлайки, не забывайте подписываться. Самое главное, дорогой зритель, это поделиться с другими дочками, которые тоже имеют право вернуть свои зря уплаченные деньги за неоказанные услуги. На этом все, спасибо, пока!